Есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Это делается специально для того, чтобы ваша плита перекрытия... Про вентиляцию все всегда забывают, делают ее в самый последний момент. Это очень важно, вы об этом узнаете только тогда, когда уже будете укладывать плитку, либо ламинат. То есть это тоже одна из особенностей нашего дизайн-проекта. На что стоит обращать внимание на этапе механизированной штукатурки? Друзья, всем привет! Приехали в жилой комплекс НАУ. И в этом видео покажу вам, из каких этапов состоит инженерный ремонт. И первый этап – это разработка дизайна проекта. Сейчас вам покажу, как он выглядит и из чего состоит. Вы можете видеть титульный лист. На нем представлена вся сводная информация. Дальше у нас идет состав проекта. Здесь у нас 48 листов. В среднем это от 40 до 70 листов. Дальше у нас идут визуализации. То есть визуализации позволяют оценить нашим заказчикам, как будет выглядеть их конечный продукт. И строителям визуализации помогают при реализации ремонтно-отделочных работ. Также на этапе создания визуализации вы можете внести определенные корректировки. То есть поменять цвет стен, цвет пола. То есть будет уже полное понимание, как будет выглядеть ваш проект вживую. И вот здесь особенность данного проекта – это вот такая вот стена из стеклоблоков. Она будет полупрозрачная. И по факту получится очень интересная задумка, которую мы покажем в следующем видео. В проекте у нас есть обмерный план. То есть когда мы первично попадаем в квартиру, делаем замеры. То есть квартира у нас в голом бетоне. Создается обмерный план, на котором наносятся все размеры, которые по факту. И уже на основании этого мы создаем дизайн-проект. Если требуются какие-то вещи под демонтаж, то существует демонтажный план, на котором мы отмечаем, какие элементы уходят под демонтаж. План монтажа возводимых конструкций. В данном случае это перегородки. На этом плане мы отображаем материал стен, из которых будем строить перегородки. А также красные размеры. Какие размеры должны быть уже в чистоте и именно в такой величине. Задаем углы 90 градусов там, где это необходимо. И параллельность стен. То есть это тоже одна из особенностей нашего дизайн-проекта. Мы стараемся на стадии проектирования уже заложить те вещи, которые прямо влияют на конечный результат. И чтобы наш заказчик был доволен. Вот здесь вот выделено прямо на отдельном листе, где нам необходим углы 90 градусов, а где параллель. Вот так это выглядит. План расстановки мебели. Это вот такой сводный план, где вы можете оценить расположение мебели. Посмотреть, как квартира будет выглядеть в итоге. То есть такой вид сверху. Оценить ваше перемещение по квартире. И по необходимости на этом этапе мы можем скорректировать какие-то элементы, чтобы вам было максимально комфортно и удобно. План чернового пола. На этом плане мы приводим отметки нашей стяжки. То есть полусухой или мокрой, в зависимости от объекта. Этот план необходим, потому что у каждого чистового покрытия, то есть керамогранит, инженерная доска, ламинат, разная толщина. И поэтому нам необходимо делать стяжку на разном уровне. Если мы сделаем все в один уровень, то нам придется потом подливать все это наливным полом. Это деньги и на работы, и на материалы. Поэтому на этапе разработки дизайн-проекта мы создаем отдельный лист, на котором указываем отметки чернового пола. План отделки пола. Здесь у нас уже приведена спецификация по чистовому материалу, указанные объемы чистового материала. То есть по этому листу уже можно заказывать и вообще понимать, какое количество чистового материала. То есть это кварц-винил и керамогранит необходимы на данный проект. План отделки потолка. Потолок у нас натяжной. Если бы был потолок из гипсокартона, то соответственно здесь это все бы указалось. Тоже есть сводный объем. Также показаны отметки, на которых стоит делать натяжной потолок, либо потолок из гипсокартона. План отделки стен. То здесь мы понимаем, из какого чистового материала будет отделка ваших стен. Здесь у нас и стеклоблоки, и керамогранит, плитка, и обои под покраску. Все это выделено разным цветом для того, чтобы можно было оценить, в каком помещении какой вид чистового материала используется. То есть этот лист больше для уже строителей, чтобы они понимали, как готовить стену под последующую отделку. Сводный план по электрике. Здесь мы можем видеть и розетки, и выключатели, и освещение. Далее у нас идет уже более детальная история по электрике. То есть здесь у нас розетки и выключатели. Привязки. То есть этот план для электромонтажа, который выдается уже электрику по месту. Здесь у нас отдельный план по расположению выключателей, а также организация освещения. Какой выключатель, за какой источник света отвечает. Дополнительный план освещения. Здесь уже четкие привязки для осветительных приборов. План теплого пола. Если у вас есть теплый пол в проекте, здесь, соответственно, есть привязки по теплому полу, а также регулятор теплого пола указывается на этом плане, в каком месте он расположен и какой теплый пол он включает. План вентиляции. Про вентиляцию все всегда забывают, делают ее в самый последний момент. Мы выделяем это в отдельный лист, акцентируя внимание на этом виде работ, который необходимо сделать на этапе инженерного ремонта. План привязок сантехнических приборов. Частая история, когда начинают монтировать стиральную либо сушильную машину, мешаются выводы, стиралка выпирает и так далее. Поэтому это очень важная история, которая требует отдельного листа. Здесь мы, соответственно, указываем и привязки, и высоты, и для водоснабжения, и для канализации. Разверки стен. Важная история, когда мы говорим про укладку керамогранита. И одна из особенностей нашего дизайна проекта заключается в том, что после того, как мы оштукатурили стены, мы делаем перезамер помещения и вносим корректировки в проект, для того, чтобы максимально совпадала раскладка. То есть это редко кто делает. То есть там привлекают авторский надзор, там дизайнер дополнительно выезжает за 30-60 тысяч в месяц, вносит корректировки в проект. Это у нас уже включено. То есть когда мы получаем новые размеры, мы просто это заносим в дизайн проект, делаем корректировку по раскладке, и выдаем уже обновленный лист настройки. Здесь у нас развертка по кухне. То есть можно понимать, где у вас будет фартук, как у вас будет расположена кухонная мебель, для того, чтобы первично оценить, как у вас все это будет выглядеть вживую. Здесь у нас развертка по коридору. Сделана она для того, чтобы понимать привязки вот этой полупрозрачной стены и стеклоблоков. Ведомость отделки. То есть в каждом проекте у нас есть ведомость, в которой указаны все числовые материалы, которые будут использованы при реализации данного проекта. Очень удобно. То есть вы будете понимать, какие числовые материалы необходимы, производитель, объем, количество и так далее. И вот ведомость по электрике, то есть количество розеток, количество выключателей, тоже очень удобно, чтобы оценить объем необходимого числового материала для реализации. Второй этап – это возведение перегородок. Стены мы строим из газобетонного блока толщиной 100 мм. Есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание при возведении перегородок. Стены не доводим до потолка 2-3 см, оставляем зазор и после чего пенем. Это делается специально для того, чтобы ваша плита перекрытия не давила на вновь возведенные перегородки. Когда делаете кладку, обязательно ее армируйте. Мы используем базальтовую сетку. И следующий момент. Для перемычек мы используем уголок 40 на 40 мм. Обязательно полку заворачиваем вовнутрь перегородки. Делаем здесь блоки пропил. И уже полку уголка заворачиваем внутрь. У этого уголка и у этого. И перед монтажом не забывайте уголок обработать специальной грунтовкой по металлу, для того, чтобы не проступила ржавчина. Следующий этап это механизированная штукатурка. На всех наших объектах мы штукатурим при помощи механизации. Сейчас у нас уже 7 штукатурных станций Ritmo XL. Это немецкий производитель. Отличное оборудование. И очень важно на этапе механизированной штукатурки уже финально задать углы и параллели стен. Если мы берем кухню, то здесь у нас углы с вами 90 градусов. Если мы говорим про коридор, здесь у нас 90 градусов, здесь 90 градусов, потому что будет здесь шкаф. А также вот эта стена параллельно этой стене, для того, чтобы при укладке чистового покрытия у вас не было подрезок чистового покрытия на полу. Это очень важно. Вы об этом узнаете только тогда, когда уже будете укладывать плитку либо ламинат. На что стоит обращать внимание на этапе механизированной штукатурки? Не доводим штукатурку до потолка 2-3 см. Заполняем этот зазор при помощи монтажной пены. Смотрим на углы и параллели. А также используем влагостойкую штукатурку в мокрых зонах. Это у нас санузел, либо ванная комната. Во всех остальных помещениях используем обычную гипсовую штукатурку для механизированного нанесения. Четвертый этап – это монтаж сантехники и замена отопления от застройщика. Вот такой водомерный узел у нас получился в ванной комнате. Здесь у нас коллектор водоснабжения холодной воды, коллектор на горячую воду, система защиты от протечек, фильтра тонкой очистки, система защиты от протечек, водные экраны. И также здесь мы смонтировали систему отопления. Это у нас подача, это обратка. Мы компонуем эти вещи для того, чтобы все инженерные коммуникации были в одном месте, и этот узел был максимально компактным. Если вы еще не знаете, какие отопительные приборы будут у вас в проекте, либо вы их заказали, и они еще не приехали, а ремонт нужно делать, как можно поступить? Оставляете выводы, оставляете побольше, чем нужно, ну, к примеру, там метр-полтора, обязательно закрываете трубу, чтобы туда не попала пыль и грязь, можно скотчем, можно поставить муфту, и вот в таком виде заливаете стяжку, оставляете небольшое пространство. И после того, как отопительные приборы приедут к вам на объект, уже вывешиваете их так, как это указано в проекте, и уже делаете подключение. При таком способе монтажа никакой задержки не будет, и это никак не повлияет на сроки выполнения ремонта. После сантехнических работ у нас идет этап монтажа черновой электрики, ее мы делаем по потолку серой ПВХ-гофре, кабели используем ВВГ-НГ-ЛС, ГОСТовский, производитель Конкорд. На данный момент это один из лучших производителей кабельной продукции в России. Гофра, производитель ДКС и клипсы аналогичного производителя. Если вы возьмете клипсы другой фирмы, то есть вероятность, что гофра выпадет и упадет на ваш натяжной потолок, либо потолок из гипсокартона. Смонтировали два щита, силовой и слаботочный, до слаботочного не дотяну, чтобы открыть. Здесь осталось смонтировать наклейки для того, чтобы подписать каждого потребителя и было понятно, какой автомат за что отвечает. Как только монтаж закончен, обязательно ставьте самые дешевые розетки и выключатели и проверяйте работоспособность всей системы при помощи этих элементов. То есть на данном этапе, если выявится какая-то ошибка, то можно ее легко и быстро исправить. Потом уже после шпаклевки, после поклейки обоев, это можно будет сделать, но это будет долго и дорого. Финальный этап – это устройство полусухой стяжки. На что стоит обратить внимание? Во-первых, ее необходимо проливать в течение 5-6 дней после монтажа. То есть как только вам сделали полусухую стяжку, ее укрыли пленкой. На следующий день вы приходите, снимаете пленку, проливаете водой и закрываете пленкой обратно. И так нужно делать от 4 до 6 дней, насколько у вас есть возможность. Для чего это необходимо делать? Когда у вас цементно-содержащий раствор набирает прочность, он выделяет большое количество тепла. Вода испаряется. А для того, чтобы прочность была максимальная, необходимо достаточное количество воды. Тем самым, когда мы делаем пролитие стяжки, мы добавляем воды для того, чтобы стяжка набрала максимальную прочность. На что стоит еще обратить внимание? Обязательно делаем демпферные швы между помещениями. То есть у нас с вами кухня отдельно от коридора и кухня отдельно от комнаты. Делаются вот такие демпферные швы по всей квартире. Следующий момент. По периметру мы делаем демпферную ленту. Так как у нас здесь уложен слой шумонет, то мы его заводим на стены, там на 10-15 см. Потом делаем демпферную ленту. И после устройства стяжки это все подрезаем. Если прям делать вообще по феншую, то после шпаклевки нужно прочистить этот шов при помощи пылесоса и заполнить его виброизоляционным герметиком. Вот такой инженерный ремонт у нас получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях. Заказать проект можно по ссылке в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели тролли до конца. Всем пока!